This conference will now be recorded. 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 могли заниматься сетевыми технологиями у нас центре компьютерного обучения на этом курсе вам рассказать и показать здесь вот собственно коллеги ссылочку у вас есть здесь вы можете сами просто время семинара у нас ограничено мне не очень хочется сейчас вот на это тратить особо много времени здесь вы можете познакомиться с модулями о чем собственно мы на этом курсе с вами будем беседовать вот так вот все подробненько изложено ну и одна из основных но не за основных одна из тем которые мы на этом курсе рассматриваем это тема связанная с диагностикой сетевого подключения как диагностируется сетевое подключение как я уже сказал хорошо бы знать каждому пользователю даже не занимающемуся профессионально сетевыми технологиями я просто смотрите могу вам такой пример жизни привести вот когда-то понятное дело что мы все с вами из дома имеем доступ в интернет мы с вами имеем доступ в интернет через какого там интернет провайдера я сейчас даже не буду называть того провайдера который я в то время использовал просто был такой момент когда мой провайдер очень часто не мог мне обеспечить вот эту связь какие-то проблемы у него возникали и так далее вот один в один день в один прекрасный день не очень прекрасный как раз таки наоборот в неудачный день у меня опять нету связи с интернетом я звоню провайдеру очень долго дожидаюсь на эти ждите ответа ждите ответа в итоге мне удалось связаться с техническим специалистом но этот технический специалист битя давайте мы сначала естественно как всегда обвинение то вы там что-то сделали и так далее у вас там что-то неправильно ну и потом говорит давайте мы с вами сейчас будем проверять сетевые подключения будем их диагностировать ну и начиная значит нет нет все очень здорово все очень подробно щелкните там правой клавишей запустите командную строку наберите выполнить cd ну то есть очень подробненько по шагам не это рассказывает я естественно молчу я за ним все это делаю а когда командная строчка в общем-то появилась он не горит а давайте-ка вот мы с вами сейчас проверим какая у вас настройка какой у вас используется dns сервер при этом он не не говорит естественно что это такое и так далее он мне говорит введите пожалуйста в командной строке команду а и пик конфиг и молчит дальше в ответ я ему говорю ну как же так молодой человек если я введу просто как информацию о днс сервере который использует моё сетевое подключение я не получу в ответ знаете но я не видел его лица естественно я думаю там ответ отвисает челюсти потом он у меня спрашивает а выгодит николай михайлович что в этом что-то понимаете ну да вот немножечко понимаю да и тогда он мне вы знаете у нас просто сейчас проблема с оборудованием и это по нашей вине у вас нет связи ну а что же вы молодой человек раньше ты мне об этом не сообщили я трачу время вот на эти все выяснения то есть смотрите когда я ему сказал что команду пик конфиг надо задавать с параметром all ну естественно совсем другой разговор возник то есть это как пример того что не будучи каким-то там большим серьезным специалистом такое общее представление о том как можно диагностировать сетевое подключение в общем-то выяснять хотя бы изначально кто виноват это виноваты ваше оборудование это виноват провайдер с его оборудованием и так далее можно уже используя вот те средства и эти методы которые я хотел вам сейчас коротко показать ну во первых прежде чем мы собственно начнем вот эти утилиты или же программы диагностические с вами смотреть давайте я немножечко таких основополагающих понятий естественно со всеми этими понятиями мы гораздо подробнее разбираемся на курсе о который я вам рад уже рассказывал значит ну во первых что такое компьютерная сеть такое самое самое простое определение компьютерной сети группа объединенных при помощи какой-то единый общедоступной среды передачи информации компьютеров и других устройств единая общедоступная среда передачи информации к которой подключаются компьютеры объединяемые в сеть для подключения компьютера к сети у компьютера должен быть так называемый сетевой интерфейс или в терминологии фирмы microsoft microsoft сетевой интерфейс называет сетевым подключением у microsoft есть такая возможность какие-то использовать свои собственные термины это все же таки лидер мировой лидер в области айди один из мировых лидеров в области айди технологии поэтому собственно имеют право давайте так скажем сетевое подключение или сетевой интерфейс что такое сетевое подключение ли что такое сетевой интерфейс это либо физической либо виртуальное устройство сетевой адаптер через который используя какую-то среду передачи информации наш компьютер объединяется с другими компьютерами и может через эту среду передачи информации обеспечивать прием и передачу сигналов сигналов информационных сигналов но в качестве среды передачи информации это может быть сети кабельные это могут быть сети беспроводные и так далее вообще говоря мы с вами можем посмотреть а что же такое сетевой интерфейс в операционной системе в операционной системе но от у меня операционная система windows 10 сейчас установлена давайте я попробую вам показать как можно посмотреть что такое сетевой интерфейс у меня двухмониторный режим если я сейчас буду добираться до этого окошка на том мониторе который вы не видите там конечно побыстрее все это можно сделать ну и консов на самого пути по которому я пойду чтобы посмотреть что такой из сетевой интерфейс не увидите поэтому таким самым самым простым самым таким наверное долгим путем главное меню параметры зашел в параметры нашего компьютера здесь мы с вами видим ссылку сети интернет а здесь пожалуйста настройка параметров адаптера когда мы с вами воспользуемся этой функции в окошке смотрите какое окно у нас с вами появляется у нас появляется окно который называется сетевые подключения или же сетевые интерфейсы можно назвать это у одного устройства одного компьютера сетевых интерфейсов может быть несколько как я уже сказал сетевой интерфейс это либо физическое либо виртуальные устройства которые используя какую-то среду передачи информации дает возможность нашему компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети и это устройство но это сетевой собственно адаптер физическое устройство вот посмотрите у меня много сетевых интерфейсов чтобы они как бы не мешали сейчас нам чтобы у нас поменьше было информации я оставил собственно по сути один работающий включенный интерфейс и хочу посмотреть свойства этого интерфейса контекстное меню свойства вот посмотрите то что называется сетевым подключением физическое устройство сетевой адаптер ну и естественно среда передачи информации вот тот сетевой адаптер свойства которого мы с вами здесь можем сейчас смотреть его название по крайней мере это проводной сетевой адаптер интерфейс физический интерфейс которым он работает это медный кабель под названием питая пара но об этом тоже подробнее будем говорить собственно на курсе вот вот что называется сетевым интерфейсов тем обратите внимание вот я сейчас когда навожу мышкой курсорчиком на этот сетевой интерфейс мне показывают какой-то параметр какой-то параметр который называется мак-адрес вот что это такое сейчас тоже несколько слов я вам скажу так все это убрал вернулся в презентацию значит для того чтобы устанавливать связь с компьютерами по сети через какой-то сетевой интерфейс но во первых мы с вами сказали сетевой интерфейс это физическое устройство или же какое-то виртуальное устройство если это мы говорим с вами о физическом устройстве какой-то железке нам понятно должно быть что само устройство физическое без программного обеспечения работать не будет поэтому когда мы говорим о сетевом интерфейсе о сетевом адаптере мы говорим собственно физическое устройство железо и плюс программное обеспечение управляющая работой этого железа это соответственно драйвер ну так вот а для того чтобы имея какой-то физический интерфейс компьютер мог обмениваться информацией с другими компьютерами по сети необходимо использовать специальное программное обеспечение которое называется протоколы вообще протокол это программное обеспечение реализующие правила и процедуры позволяющие компьютером устанавливать связь и обмениваться информацией по сети программное обеспечение реализующие правила и процедуры обмена современных компьютеров современных сетях современных операционных системах Чаще всего используется стэк протоколов, набор протоколов, который называется TCPIP. Для идентификации компьютеров в сети, но для идентификации, для того, чтобы один компьютер от другого можно было в сети отличить, ну а сеть это же множество компьютеров, и естественно при реализации обмена информации между этими компьютерами надо понимать, что один компьютер отличается чем-то от другого. Так вот, для того, чтобы один компьютер от другого в сети можно было отличить, компьютерам в сети присваиваются специальные идентификаторы. Тот идентификатор, который используется в стэке TCPIP, который используется для идентификации компьютера, называется IP-адрес. Ну что из себя представляет IP-адрес, об этом мы тоже с вами будем гораздо подробнее говорить и рассматривать это действительно очень подробно на курсе, который я вам называл в самом начале. Ну а сейчас просто то, что идентификация компьютера в стэке TCPIP, отличие одного компьютера от другого в стэке TCPIP осуществляется при помощи назначения каждому компьютеру IP-адреса. Значит, протокол IP обеспечивает как бы такое логическое взаимодействие между компьютерами, а передачу информации уже непосредственно по физической среде, вот если мы с вами говорим о кабельных сетях, передачу информации непосредственно по физической среде осуществляет специальный протокол, который называется протокол Ethernet. Ну вообще термин Ethernet это даже не собственно протокол, а это так называемая сетевая архитектура. То есть сетевая архитектура определяет, как устройство между собой взаимодействует, какие способы соединения они используют, какие методы доступа к среде передачи они используют. Да, в этом о всем на курсе мы будем с вами подробнее говорить, но тем не менее, вот для того, чтобы по физической среде, по кабелю уже обеспечивать передачу информации от одного устройства к другому, используется MAC-адреса. Тот блок данных, который непосредственно в сеть передается, носит название кадр, носит название кадр, и на физическом уровне один компьютер от другого отличается по присвоенным этим компьютерам MAC-адресам. Вот посмотрите, здесь так вот условно нарисован как бы формат кадра, кадр, MAC-адреса, физические адреса, а в кадр инкапсулируется пакет. Вот как я уже сказал, тот блок данных, с которым работает на логическом уровне, обеспечивая взаимодействие протокола IP, это пакет. Пакет встраивается, инкапсулируется, как говорят, в кадр. Ну вот, как бы тот блок данных, тот кадр, который по сети на уровне физики передается. Ну а теперь, собственно, уже вот несколько слов о тех утилитах, о которых я вам хотел сегодня немножечко рассказать и показать. Значит, утилиты командной строки. Утилиты командной строки, это означает, что для того, чтобы эти утилиты использовать, мы с вами должны запустить специальную командную оболочку, которая называется командная строка. Ну, вообще говоря, в современной операционной системе Windows фирма Microsoft предлагает использовать команду или же программную оболочку, которая уже не командная строка, а так называемая Windows PowerShell. PowerShell – это программная оболочка, командная оболочка, которая по своим возможностям гораздо-гораздо превышает возможности, собственно, командной строки. Но, с другой стороны, все эти действия, которые я вам хочу показать, все эти команды, все эти утилиты. Кстати, коллеги, вот я несколько раз произносил слово утилиты. Что такое утилита? Утилита – это какая-то небольшая вспомогательная программа, реализующая какую-то небольшую функцию в сети. То есть, не в компьютере. Так вот, все те утилиты, все эти команды, которые можно запускать в командной строке, можно запускать и в оболочке PowerShell. Для того, чтобы запустить PowerShell, надо, ну, посмотрите, самый простой способ. Правый щелчок по главному меню, по кнопке пуск. Вот у нас есть возможность запустить PowerShell или иногда нам нужно запускать для того, чтобы какие-то специальные функции выполнять. В этой оболочке запускать PowerShell от имени администратора. Ну, вот так вот оболочка PowerShell запускается. Вот ее окошко. Здесь мы с вами видим командную строку. Здесь мы с вами видим мигающий курсор. И вот здесь мы с вами команды, входящие в состав PowerShell, можем набирать. Ну, или же можно все-таки, если более привычно работать с командной строкой, запускать и командную строку. Ну, а если раньше в первых версиях операционной системы Windows командную строчку можно было запускать вот здесь, вместо PowerShell была написана командная строка, то сейчас, наверное, самый простой способ запустить командную строку – это воспользоваться поиском. Я открыл главное меню и набираю имя той команды, которая мне нужна. Набираю имя команды, а мне нужна программа, которая называется «Командная строка». Вот я пишу «Командная строка». Ну, коллеги, у меня это на другом, на соседнем экране появляется. Появляется возможность запустить командную строчку. Я, собственно, сейчас командную строчку запускаю. Ну, вот так вот она у меня будет выглядеть. Просто я командную строку перестроил. Не черный фон, не фон и светлые буквы, а поменял. Мне кажется, так, собственно, попроще воспринимать ту информацию, которая в командной строке отображается. Вообще, коллеги, давайте вот я сейчас о чем сразу хочу вам сказать. Вот эту презентацию, на основе которой мы с вами сейчас этот мастер-класс, этот вебинар проводим, вы можете скачать к себе. Для того, чтобы скачать эту презентацию, вообще-то я положил ее на Яндекс.Диск. Давайте я вам сейчас в чате ссылку на эту презентацию отправлю. И вы ее сможете скачать и посмотреть уже где-то там, на досуге, может быть, несколько даже поподробнее, то, о чем я сейчас говорю. Значит, копировать. Вот она, эта ссылочка. Забирайте. Ну и давайте я на всякий случай проверю, чтобы я вас не обманул, чтобы это была ссылка. Чтобы мы действительно могли прийти на Яндекс.Диск и оттуда. Ну да, вот она презентация и диагностика сетевого подключения. Вы можете скачать и смотреть ее самостоятельно. Так вот, запустил я командную строку. Значит, некоторые такие информационные для начала утилиты. Вот я вам сказал, что сетевому интерфейсу присваивается адрес. К сетевому интерфейсу присваивается адрес. Это на логическом уровне протокол IP использует IP-адрес. А Ethernet использует MAC-адрес. Ну так ведь компьютеру в сети еще и присваивается имя. Ведь скажите, удобно нам людям работать, обращаться куда-то в сеть по таким вот цифровым адресам числовым? Не очень удобно. Человеку не очень удобно работать с такими цифрами, с числами. Поэтому для того, чтобы человеку было более удобно, компьютеру в сети еще и присваивается символьное какое-то уникальное имя. Ну так вот, для того, чтобы посмотреть это символьные уникальными, в командной строке можно воспользоваться. Я сейчас не буду, коллеги, показывать, как это делается в графическом оконном интерфейсе. Я думаю, что, может быть, большинство из вас это знает. А в командной строке, вы смотрите, такая вот совсем-совсем простая команда. Она звучит hostname. Я сегодня целый день мучаюсь с переключением с латиницей на русский и наоборот. Вы уже не первая группа, у которых я сегодня провожу вебинары. Вот у меня, что тогда, что сейчас, вот с этим переключением как-то не все в порядке. Значит, утилита hostname. Имя хоста. Что такое хост? Хост – это устройство, которое имеет сетевой интерфейс. Хост – это устройство, которое можно однозначно адресовать в сети. Раз у него есть интерфейс, значит, у него есть адрес. И IP-адрес, если работает со стеком TCPIP и MAC-адрес. Вот, пожалуйста, оказывается, мой компьютер, на котором я сейчас работаю, называется GA61M. Имя хоста. Мы с вами посмотрели. Вообще, коллеги, вот о чем хочу вам сказать. В командной строке, ну и тем более в оболочке PowerShell можно использовать достаточно большое. Но вообще говоря, в PowerShell вообще огромное количество различных команд. В PowerShell они командлетами называются. Но их там тысячи. Поэтому, естественно, мы с вами очень часто знаем, что какая-то команда существует. А как ее надо использовать, как ее надо указывать в командной строке, иногда мы просто забываем. Но действительно, мы ведь неходячие справочники. Так вот, как пример, работая в командной строке, если я хочу посмотреть, а как надо задавать какую-то утилиту, чтобы она показала мне какие-то параметры, какие-то настройки и так далее. Можно вот эту утилиту, эту команду в командной строке запускать с параметром, который выглядит как знак вопроса. Ну вот, смотрите, я сейчас хочу вам показать о том и рассказать немножко об утилите, которая называется IP-конфиг. Какие параметры можно указывать в IP-конфиг? Справочная информация. Получить справочную информацию о возможностях утилиты IP-конфиг. И вот, посмотрите, все-все-все возможности, все-все параметры, которые в этой команде можно указывать, здесь вот перечислены. Вот такая достаточно мощная, серьезная утилита. Посмотрите, вот можно эту утилиту запускать вообще без каких бы то ни было параметров. Вообще утилита IP-конфиг используется для отображения текущих настроек протокола TCP-IP. Отображение текущих настроек и, соответственно, некоторые возможности по обновлению какой-то информации там есть. Ну вот есть параметр renew и так далее. Ну, нас с вами сейчас в первую очередь интересуют параметры настройки. Значит, если утилиту IP-конфиг задать без параметров. Кстати, я хочу вот еще вам что напомнить. При работе с командной строкой можно использовать буфер команд. Те команды, которые вы вводили совсем недавно, операционная система запоминает в этом буфере. Если мне надо воспользоваться какой-то ранее введенной командой, я могу по этому буферу перемещаться вверх. То есть отображать ранее введенную команду, используя дирекционные клавиши управления курсором, клавиши стрелка вверх. Вот посмотрите, да, я набирал команду hostname, я набирал команду IP-конфиг со знаком вопроса. Вот эти две команды я сейчас могу уже на клавиатуре не обирать, а путешествовать вверх по буферу, используя клавишу стрелка вверх, а вниз по буферу используя клавишу стрелка вниз. IP-конфиг без параметров. Вот так я ее быстро отредактировал. Показывает мне основные настройки сетевых интерфейсов. IP-адрес мне здесь показывается. Причем современная операционная система, она работает с двумя стеками протоколов TCP IP, она работает как с IP-адресом, реализованным в четвертой версии, так как в шестой версии, вот посмотрите, я вижу IP-адрес для четвертой версии протокола IP. Ну, коллеги, в четвертой версии протокола IP IP-адрес это 32-разрядное двоичное число, естественно, с такими громоздкими числами пользователю человеку работать неудобно, поэтому отображаются, визуализируются такие адреса в специальном формате. формат называется десятичной с точкой. Придете на курс основы сети, давайте его так назову, и мы с вами с IP-адресами там будем очень подробно разбираться, в первую очередь с IP-адресами вообще, с IP-адресацией реализованы в четвертой версии протокола. А в шестой версии протокола IP-адрес представляет собой 128-разрядное двоичное число, и вот здесь, вот, собственно, посмотрите, для отображения, для визуализации этого адреса используется шестнадцатиречная арифметика, шестнадцатиречные цифры. IP-адрес заканчивается, непосредственно IP-адрес заканчивается вот здесь, перед символом процент, символ процент и так далее, это, собственно, уже не адрес. Значит, IP-конфиг, параметры, настройки, протокол IP. А вот если IP-конфиг с параметром all, помните, я вам рассказывал случаи жизни. Введите IP-конфиг и посмотрим, какой адрес у вас имеет DNS-сервер. Ну, где же здесь вот информация о DNS-сервере? Такие основные настройки. А вот если с параметром all, здесь мы с вами будем видеть уже такие, фактически все настройки, причем для всех интерфейсов, которые используются на моем компьютере. Здесь вот у меня есть и физический интерфейс, здесь есть и виртуальный интерфейс. Но виртуальный интерфейс откуда взялся? У меня на компьютере установлена программа виртуализации, виртуальные машины от программы виртуализации VirtualBox. Естественно, виртуальная машина, она вообще говоря, с точки зрения сетевой поддержки, ничем не отличается от реальной машины. Да, Ярослав, спасибо. Можно и всем историю всех команд вызвать. Все эти возможности существуют. Понятно, мы с вами сейчас в рамках нашего семинара все возможности по работе с командной строкой посмотреть не сможем. Так вот, получить информацию о настройках протокола TCPIP мы с вами можем здесь. Вот здесь, собственно, я уже вижу и какой IPADS имеет DHCP сервер, здесь же я вижу какой IPADS имеет DNS сервер и так далее для моих сетевых подключений. Значит, ну IP-конфиг это все-таки пока такая информационная команда. Ну и для того, чтобы диагностировать сетевое подключение, кое-что из того, что мы с вами здесь вот сейчас по этой команде по IP-конфигу видим, ну вообще говоря, хорошо бы запомнить, но с другой стороны мы всегда можем повторить вот этих команд. Нам что с вами нужно? IP-адрес, нам с вами нужен основной шлюз, его адрес, нам нужен адрес DHCP сервера и DNS сервера. Наш IP-адрес. Что такое шлюз? Шлюз это то устройство, ну маршрутизатором мы его часто называем его адрес, который обеспечивает передачу информации из нашей локальной сети в какие-то другие сети, то есть обеспечивает межсетевое взаимодействие для диагностики сети, нам его адрес понадобится, ну и естественно нам понадобятся адресы DHCP сервера и DNS сервера, для того чтобы мы могли посмотреть, а работают ли эти серверы, работают ли, доступны ли они, и соответственно выполняют ли они те функции, для которых предназначен и DHCP сервер. Это сервер, который поддерживает DHCP протокол, Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамического конфигурирования хоста, и с его помощью мы собственно получаем настройки параметров IP-адресации, а DNS сервер это сервер, который те символьные имена, напомните, я уже говорил, что человеку неудобно использовать при обращении к каким-то хостам сети вот эти вот безликие цифровые адреса, человеку гораздо удобнее использовать при обращении к компьютерам какие-то интуитивно понятные символьные имена. Так вот, сервер DNS позволяет установить соответствие между используемым нами символьным именем и какой IP-адрес этому символьному имени соответствует. Вот это DNS сервер. Ну, пока мы с вами собственно используем что? Вот такую вот диагностическую утилиту. Теперь, что еще? Значит, посмотрите. Мы с вами собственно можем посмотреть, а какой MAC-адрес присвоен нашему компьютеру в сети. Это тоже собственно пока такая информационная утилита. Для того, чтобы посмотреть MAC-адрес, вот такая замечательная команда GetMAC. Получить MAC. Для всех сетевых интерфейсов, которые у меня сейчас подключены, мы с вами увидим MAC-адрес. А вообще говоря, вот это вот имя транспортное, вот этот вот идентификатор, глобально уникальный идентификатор GUID, который соответствует вот этим вот MAC-адресам, это тоже достаточно интересная вещь, используя этот адрес. Ну да, вот этот GUID в реестре операционной системы можно получать такую дополнительную информацию о настройках соответствующего интерфейса. Ну что такое реестр? Евгений, вот Евгений у меня спрашивает, а какая же информация в адресе идет после знака процента? Евгений, приходите на курс обо всем об этом, будем подробнее говорить. Сейчас, но буквально в двух словах. Так как интерфейсов может быть много, а каждому из этих интерфейсов присваивается вот такой вот адрес, я имею в виду адрес для протокола IP, так называемый локальный адрес. Локальный адрес будет иметь каждый интерфейс компьютера, так вот для того, чтобы один интерфейс от другого можно было отличить, чтобы было понятно, какому интерфейсу назначается вот этот адрес, всем интерфейсам просто присваиваются десятичные идентификаторы. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть вот это вот номер интерфейса, которому этот адрес присвоен. Ну сейчас пока вот так, коротко, без каких-то особых подробностей. А вот, коллеги, посмотрите на всякий случай, я вам в чате сейчас бросаю. Скопируйте это себе. Куда мы можем пойти в системном реестре и посмотреть вот эти дополнительные настройки для всех тех интерфейсов, которые мы с вами, MAC-адреса, которые здесь видим. Будете, придете вот сюда, в перечень интерфейсов, вы будете смотреть, находить вот эти вот гуиды и смотреть для них дополнительные настройки. Так, это все пока у нас с вами идут такие информационные команды. Теперь, ну давайте еще одну, наверное, самую распространенную информационную команду. Команда Pink называется. Pink предназначена для отправки эхо запроса на какой-то удаленный хост и получения от него ответа. По команде Pink мы с вами можем проверить, есть возможность связаться по сети с каким-то удаленным хостом или нет. Вот это уже такая диагностическая утилита. Есть возможность связь установить или связь по какой-то причине не устанавливается. Но на сленге говорят, мы пингуем какой-то удаленный хост. Пинг. Ну и давайте я сейчас пропингую. Вот помните, я сказал, а давайте-ка запомним мы с вами, ну например, адрес DHCP сервера или адрес шлюза, который обеспечивает связь для моего компьютера с другими сетями. Межсетевое взаимодействие будет поддерживать. 10, 5, 4. Ну я помню, что это адрес 254. Вот смотрите, я пингую этот хост по его IP-адресу. В данном случае я пингую DHCP сервер. Я вижу, что с DHCP сервером связь есть. Причем, если в команде PIN каких-то специальных параметров не указывать, а как посмотреть параметры, коллеги, еще раз, наберете PIN с параметром слэш знак вопроса, она вам сама себе все рассказывает. 4 эхо-пакета посылаются на пингуемый хост и по-хорошему в ответ мы с вами должны получить 4 эхо-ответа. Если вот эти ответы приходят, значит связь устанавливается. Все здорово, если какие-то какие-то эхо-ответы не приходят, ну например, слишком долго, тайм-аут превышен, то понятно, что есть какие-то проблемы, эти проблемы уже собственно можно начинать решать и заниматься уже каким-то восстановлением работоспособности. И вот что, пожалуйста, запомните, что отсутствие эхо-ответа это не всегда является признаком того, что мы не можем установить связь с каким-то хостом по сети. Просто команда PIN реализуется при помощи специального протокола в операционной системе, называется ACP протокол, интернет контрол-месседж протокол, протокол, который используется для решения ситуации А как PIN гонуть адрес, но так, чтобы еще и порт заданный Михаил Захаров у меня спрашивает, о, смотрите-ка, тезка буквально, Михаил, в команде PIN порт посмотреть нельзя. Для того, чтобы смотреть список открытых портов и вообще какие порты на каком-то хосте используются и так далее, надо использовать какие-то другие программы, надо использовать так называемые анализаторы сканера сетевые. Телнет, а Телнете вообще нужно забыть и перестать его использовать. Да, сетевой сканер, вот посмотрите, например, Nmap, Сергей, Глэбин нам подсказывает, вообще лучше может быть, если мы работаем с операционной системой Windows, то не Nmap, а эту утилиту, этот сетевой сканер, реализованный в графическом интерфейсе, называется Zenmap. Zenmap программа, ну, Kali Linux, это вообще средство, которое используется для диагностики и так далее, давайте о Kali Linux мы сейчас с вами говорить пока не будем. Если вот Евгений быков знает, что такое Kali Linux, как им используется, то тогда у меня возникает такой вопрос к Евгению, Евгений, а зачем вы вообще на этот нас с вами семинар пришли, что нового вы хотели из этого семинара для себя потерпнуть. да-да-да, вот мне тоже некоторые улыбки это вызывает. Так вот, ну, почему бы нет, почему бы, а вы только название слышали, ну, хорошо, раз вы слышали название, значит, вы этим заинтересуетесь, и вы в итоге это все изучите, и будете у нас хорошим безопасником и так далее. Давайте мы вернемся к нашему семинару все-таки. Вот команда ПИНК позволяет посмотреть достижим ли какой-то по сети удаленный хост. Еще одна команда, которая как бы совместно с командой ПИНК используется, это команда трассер, команда трассировка маршрута. Команда трассировка маршрута показывает нам с вами перечень тех маршрутизаторов, через которые сообщение от нашего хоста передается какому-то удаленному хосту. Для того, чтобы этой командой пользоваться надо в командной строке имя команды задать трассер. Ну и дальше какие-то параметры. Здесь можно использовать либо имя хоста, либо можно использовать его IP. Но давайте я сейчас по имени кого-то потрассирую. Давайте я потрассирую mail.ru mail.ru посмотрите запускается и CMP протокол вообще вся диагностика, все вот эти вот утилит, о которых я вам сейчас говорю, реализуются при помощи CMP протокола. Запускается команда трассер и по CMP протоколу на ближайший маршрутизатор посылается три контрольных пакета. Ближайший маршрутизатор в ответ должен нам пришлать четыре эхо пакета. До первого маршрутизатора дошли дальше, наш компьютер посылает следующие три пакета, но они могут уходить по сети на шаг дальше, они проходят через первый маршрутизатор, доходят до второго, он нам присылает эхо-ответы и так далее, и так далее. Появление вот этих звездочек, собственно, о чем нам с вами говорит? А это то, собственно, что мы с вами уже обсудили. Ярослав, спасибо большое, но давайте мы с вами сейчас, по крайней мере, о PowerShell говорить не будем. Я сказал, что в пинге это не показывается. Понятно, что в утилитах, в командлетах PowerShell можно о каком-то удаленном компьютере получать гораздо больше информации, чем можно получить теми командами, которые мы с вами сейчас, собственно, с которыми мы знакомимся. Ну вот, пожалуйста, трассировка, что вот эти звездочки обозначают? Вот если бы сейчас трассировка на этих звездочках закончилась, мы бы с вами могли сказать, что вот на этом шестом переходе либо маршрутизатор очередной не работает, либо с каналом какие-то проблемы, связи нет и так далее. А так как у нас, собственно, трассировка продолжается и мы в конце концов с вами до нужного нам хоста доходим, до Mail.ru, скорее всего говорит о том, что просто тот, кто настраивал этот маршрутизатор, заблокировал на нем ИСИП протокол. То есть этот маршрутизатор просто на запросы, контрольные запросы, которые приходят к нему по ИСИП протоколу, просто не отвечает. Вот и все. Еще одну команду можно использовать. Но вообще говоря, команда NS LookUp это даже не команда, NS LookUp это такая утилита, достаточно серьезно, у нее свой графический, даже, извините, не графический, у нее свой собственный интерфейс, но вообще утилита NS LookUp используется для того, чтобы проверять работоспособность DNS серверов. NS LookUp. Коллеги, ну мы на нашем коротеньком семинаре, естественно, о возможностях этой утилиты совсем маленько поговорим. Вот можно выполнить запрос к DNS серверу и чтобы он разрешил доменными, чтобы он показал, ну чтобы проверить работоспособность этого DNS сервера, какое этому имени соответствует, какое этому имени соответствует адрес. Ну давайте я вот еще разочек сейчас mail.ru сейчас мы с вами уже использовали, давайте NS LookUp mail.ru Значит, незаслуживающий доверие ответ, вот эта фраза пусть вас не смущает ни в коем случае. Просто эта фраза сейчас о чем нам с вами говорит? Она говорит о том, что вот этот вот ответ, какой IP адрес соответствует вот этому вот имени mail.ru генерит и выдает нам минаж DNS сервер, не тот DNS сервер, который в настройках протокола IP у нас описан, а то есть он тот, с которым мы напрямую работаем, он не является сервером, ответственным вот за этот домен, за эту зону. А раз не в его базе данных это соответствие хранится, то нам как бы говорят незаслуживающий ответ. Это только поэтому. Еще раз хочу сказать, что NS Lookup это такая достаточно серьезная утиль, это с большим количеством возможностей, ну и самое простое, что вот сейчас, как ее можно было применить, это посмотреть работоспособность того DNS сервера. Вот IP адрес DNS сервера, который в настройках протокола IP у нас с вами указан, и что этот DNS сервер работает, и разрешение имен собственно у нас существует. Он все это выполняет. Ну вот, коллеги, такое совсем-совсем коротенькое знакомство с утилитами. Теперь смотрите, ну такая вот как бы общее описание такой первичной процедуры, а как мы с вами будем проверять, диагностировать работоспособность сети. Ну, во-первых, для того, чтобы увидеть настройки параметров IP адресации IP Config All, здесь мы с вами посмотрим и IP адрес шлюза, и IP адрес DNS сервера, посмотрим, правильно ли заданы параметры IP нашему сетевому интерфейсу, значит, информационные утилиты убедились, что здесь все в порядке. Дальше, пингуем так называемую локальную заглушку, или же это называется петлевой интерфейс. Значит, если пинг по локальной заглушке нормально срабатывает, то есть мы в ответ, помните, получаем с вами 4 эхо-пакета, эхо-ответа, то мы говорим с вами, что на нашем компьютере правильно функционируют средства программного обеспечения стека протоколов TC5, если локальная заглушка отвечает нам. Дальше рекомендуется, выполняя диагностику, ну, коллеги, это такое, как бы, рекомендованная последовательность пропинговать пинг своего собственного IP, или можно пропинговать себя по имени хостах, соответственно, здесь мы с вами будем убеждаться, если этот пинг срабатывает, если безошибочно все проходит, что у нас с вами, ну, нормально работает наш сетевой адаптер. Дальше, пингуем, если мы проверяем возможность устанавливать связь с какими-то удаленными компьютерами, ну, давайте, проще, говорить, работать в интернете, надо пропинговать шлюз, понять, что шлюз работает, значит, если шлюз работает, дальше мы с вами можем пропинговать какой-то компьютер, какой-то хост, который в другой сети, за шлюзом, чтобы понять, что этот маршрутизатор, этот шлюз работает, ну, какой-то известный, известный IP, вот, например, можно пропинговать DNS-сервер кугла, имеющий IPS-8888. Дальше можно выполнить команду трассер, соответственно, для этого удаленного хоста, ну, и дальше, для того, чтобы посмотреть, что у нас правильно функционирует DNS-сервер, во-первых, можно сначала пингануть DNS-сервер, а потом выполнять команду кинг по имени какого-то удаленного хоста, на тот же самый Mail.ru, или, например, пинговать имя DNS-google, то есть мы будем пинговать, по сути, вот этот вот, этот хост. Но если здесь есть какие-то проблемы, дальше можно уже использовать программу DNS-LUKAM. Ну, вот, коллеги, такая рекомендованная последовательность. Но, к сожалению, у нас с вами времени для каких-то более подробного рассмотрения вот этих диагностических функций, диагностических утилек, причем более серьезных каких-то возможностей. Вот, попользоваться командлетами PowerShell и так далее на нашем курсе. Даже на нашем курсе, когда вы придете, в общем-то, не будет времени. И это все уже будете изучать на каких-то отдельных курсах. У нас есть целый курс, целый курс, который учит работать с оболочкой PowerShell. Приходите и там о PowerShell вы все будете знать. Ну, специального курса, чтобы учить работать в командной строке, у нас нет. Ну, вот, коллеги, это та информация, которую я собирался вам показать и рассказать на нашем семинаре. Значит, еще раз хочу сказать, что время нашего семинара вышло, даже мы с вами там 12 минут переработали. Всем большое спасибо, что вы нашли время. пятница вечером после семи прийти на наш семинар. Всем вам за это большое спасибо. Еще раз, презентацию, которую я делал для этого семинара, я вам ссылочку на нее дал. Скачайте, пожалуйста, ну и чуть более подробно, чуть более осознанно сможете все, что в этой презентации написано, почитать. А потом, для более глубокого ознакомления, приходите на курс, приходите на курс, который называется, ну, давайте коротко скажу, основа сети. Все, коллеги, всем огромное спасибо за внимание, спасибо за участие в нашем мастер-классе, в нашем семинаре. Если у кого-то из вас вопросов ко мне нет, то я буду заканчивать трансляцию вебинара. Всем всего доброго, до свидания. Хороших выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!